Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска. С вами Владимир Богомолов и сегодня в выпуске. В 12-й школе приостановлен ремонт. Строители нарушили технологию и обнаружены новые трещины. Как это отразится на учебном процессе в начале выпуска. В аварийном доме на профсоюзной 10А до сих пор живут две семьи. Варианты администрации их не устраивают. В марте суд. Люди рискуют остаться без крыши над головой. Репортаж Марии Алексеенко. Пришли защитить животных, но митинг сорвали охотники. Накануне в Северодвинске прошел всероссийский митинг в защиту Красной книги и закона о закрытии притравочных станций. Скандал на месте в сюжете Евгении Карелиной. А также акулы-пера и мастера живого репортажа. В Архангельске и Северодвинске награждали лучших журналистов. Наши корреспонденты взяли сразу несколько наград. Обо всем подробнее прямо сейчас. Не переключайтесь. В здании 12-й школы новые трещины. Сегодня там приостановлен ремонт. Строители нарушили технологию производства работ. Напомним, часть школы закрыли еще в конце 15-го года. Все это время в ней учились начальные классы. Что теперь с ними будет, узнавала Евгения Карелина. 12-ю школу ремонтируют уже несколько лет. В прошлом году строители укрепили часть фасада металлическими швеллерами. Теперь перешли на усиление фундамента. Вот только работы приостановили после проверки строительного надзора. Рабочие нарушили технологию ремонта. Когда мы работаем с бетоном, там есть нормативы. Сколько он должен застывать, когда продолжать и так далее. То есть поскольку в ряде моментов они нарушили эту технологию, вот это такое решение было принято. Есть подвижки тех трещин, которые были. И на стыке, где вот уже проведены работы, и где они должны дальше будут продолжаться по этому корпусу, есть, так сказать, установлено, что есть несколько новых трещин. Напомним, из-за трещин в стенах большую часть школьников перевели в соседний корпус, в бывшую 38-ю школу, еще в конце 15-го года. Тогда директор школы уверяла, лестницу в аварийной части здания закрыли еще 5 лет назад. Ей пользовались только при учебной эвакуации. Сейчас в школе продолжают учиться 7 начальных классов в безопасной части здания, уверяют в управлении образования. Но на самом ли деле она безопасна, а новые трещины не вызывают угрозы, выяснится после дополнительного обследования. Специалисты проведут его в среду. После этого станет ясно, возобновят ли строители работы. К слову, контракт с ними заключен на 3 года. Кроме того, по второму этапу, по первому этапу у нас более 6 миллионов мы уже с подрядчиком расплатились. Он работы сдал в 2017 году, которые проводил. По работам 2018 года у нас 7,5 миллионов, но и оставшиеся там 7,5 – это попадает в 2019 год. Кроме того, мы хотим и просим по дополнительной потребности на февральской стесии дать нам еще почти 15 миллионов. По словам начальника управления образования, директор 12-й школы предупреждена. В случае прямой угрозы все начальные классы перевести в корпус напротив. Если места не хватит, будут думать о временном размещении школьников в соседних школах. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. И пока в Северодвинске решают, что делать с 12-й школой, в Архангельске начинается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В третьей гимназии сегодня стартовались литературы. Как готовились к этому дню старшеклассники и что делали, чтобы попасть в топ самых читающих школьников области, расскажем далее. Более тысячи человек со всей области на этой неделе встретятся в САФУ и школах Архангельска, чтобы узнать, кто самый лучший в каждой из школьных дисциплин. Самое многочисленное из Олимпиад по литературе ученикам предстоит провести над знаниями 5 часов. Чтобы успешно дойти до регионального этапа, нужно не только на отлично знать школьный курс, но и ориентироваться в публицистике и современной литературе. Всероссийская Олимпиада школьников – это вообще такое самое масштабное интеллектуальное состязание между ребятами, между школьниками. Оно проходит обычно в четыре этапа – это школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Сегодня здесь стартует, наверное, самый масштабный региональный этап по литературе. Участвуют в нем 69 школьников. Это 9-11 классы из 20 муниципальных образований Архангельской области. У каждого свой подход к подготовке. 11-классница Екатерина Вьюхина из Котласа буквально живет каждой прочитанной книгой и увлекается литературой так долго, что с уверенностью утверждает – готовиться стоит всю жизнь и книги просто любить. И знаете, писать все эти анализы, рецензии, не просто чтобы написать, а искусство ради искусства. Чтобы читать было интересно, чтобы через бумагу может поделиться и своими наблюдениями, впечатлениями. Ее землячка-упыскница Лада Лапшина придерживается более строгой и четкой схемы подготовки. До регионального этапа она дошла впервые и помогло ей в этом только упорство и помощь преподавателей. Мы писали очень много сочинений, анализов, нам выдавали тексты, мы писали сочинения, приносили, потом очень долго обсуждали, находили все более новые какие-то фишечки, образы, разбирали их, ну и велось чтение, прочитали очень много литературы, различных критических статей и других анализов. Олимпиада по литературе традиционно первая в череде всероссийских олимпиад. Всю эту неделю у самых умных школьников области ожидают соревнования по искусству и МХК, физике, русскому языку и экономике. Результаты олимпиады появятся в течение месяца, а победители регионального этапа отправятся дальше, защищать честь поморья на всероссийском уровне. Валентина Приходьевская, Леонор Кокина, Сергей Зелинский, Вестник Северодвинска. Митинг, ставший скандалом. Накануне в Северодвинске зоозащитники вышли на улицу с лозунгами «В защиту Красной книги и закона запрещающего живодерства на притравочных станциях». Но тихий мирный митинг сорвали охотники. Они пришли отстаивать свою точку зрения. По их мнению, на станциях не издеваются над дикими животными, а наоборот, для них там созданы комфортные условия. Напомним, в конце декабря Госдума приняла закон о запрете притравочных станций. Однако, спустя несколько дней Совет Федерации его отклонил. Из-за чего весь сыр-бор знает Евгения Карелина. Мы защищаем животных, в том числе и людей. Вот этих вот живодеров мне интересует. Почему вы к нашему мероприятию вот эти товарищи? Мы не живодеры. Вы живодеры. В словесный конфликт перерос митинг зоозащитников с охотниками. Накануне права животных отстаивали северодвинцы и архангелогородцы. Митинг в защиту четвероногих зоозащитники организовали на стадионе «Север» в защиту Красной книги и закона против контактных притравочных станций. Сенаторы, которые находятся в рабочей группе по пересмотру Красной книги, они сами являются охотниками. Им нравится охотиться на этих животных. Эти сенаторы, один тот же сенатор, например, Владимир Лебедев, одновременно находятся и в рабочей группе по Красной книге и в согласительной комиссии по притравочным станциям. Так, из Красной книги правительство и Министерство природы исключило ряд редких и исчезающих животных, таких как северный олень, гималайский медведь, северный гусь. Знаете, прекрасно, что северного оленя исключили из Красной книги для того, чтобы поохотиться на него. Что за вид спорта охота с вертолетов расстреливать из орудия бегущих... Да что вы, так этим хулиганством занимается кто? Не знаю. Не знаете, а я вам скажу, охотники, причем вышестоящие люди. Нежданные гости на митинге, охотники, они не согласны закрывать притравочные станции. В этих местах охотничьих собак дрессируют на диких животных, в неволе живут лисы, медведи, кабаны, еноты. Таких концлагерей для животных по всей стране сотни. В некоторых диким животным вырывают когти и зубы, чтобы не навредить собакам. Последние могут драть беззащитное животное, пока не загрызут зверя. Стоит такая забава от 200 рублей. Притравочные станции есть и в нашем регионе, например, в Вельске. Охотники их называют не концлагерями, а школой для собак. Они утверждают, что перед тем, как выпускают медведя, они, ну, хозяева этой притравочной станции, отрезают когти, вырывают зубы. Нет такого. Пусть вот съездили, посмотрели. Пусть бы посмотрели, приехали хоть раз. Хозяева станции не враг своему зверю. Конечно. Вот этой ерундой никто не занимается. И один и тот же медведь там живет долго и счастливо. Зоозащитники, в свою очередь, называют такие станции нелегальным бизнесом. А попадают туда старые животные, например, бывшие цирковые медведи. По словам зоозащитников, на одного медведя могут натравить до 60 собак в день. Уже во всем мире, кроме России, такие станции закрыты. От этого страдают дети. Они видят эту жестокость, они на это смотрят. Кто-то переживает, кто-то, наоборот, становится более жестоким. И все-таки нужно что-то делать. Нужно принимать закон, нужно ужесточать закон, нужно наказание. Безнаказанность. Я считаю, безнаказанность. Аналогичные митинги накануне прошли по всей стране, а северодвинские активисты написали заявление в полицию на охотников с просьбой принять меры к нарушителям общественного порядка. Мы заверты, забыты, и нам больно. Им тоже страшно, им тоже больно. Остановитесь, люди, крови довольно. Рядом с новостройками абориген. Старые стены, пустые окна, перекошенная дверь. Несмотря на это, в деревяшке на профсоюзной 10А еще живут люди. Почему семьи не желают менять старые квартиры на чистые и благоустроенные, выясняла Мария Алексеенко. Дом на профсоюзной 10А признан аварийным еще в 2009 году. Практически все жители расселены. Но до сих пор две семьи проживают здесь, в квартирах, где температура воздуха зимой не поднимается выше 12 градусов тепла. Смотрите, как рука облазит. Полурки. Там уже на улицу дыра. Полурки залазит. Ходили вчера в мэрию, сказали, что до марта надо ждать. А в таких условиях, ну, сами сейчас посмотрите, жить невозможно. Уже у нас 12 градусов всего лишь тепла. Это 10 лет уже, вот, как морозы на улице, в квартире вообще невозможно. До минуса 5 доходит. Да, если на улице минус 30, у нас на кухне минус 10. Жители муниципального жилья расселены год назад. У тех, чьи квартиры находятся в собственности, возникли проблемы. Равноценного жилья администрация города не предлагает. А за ту квартиру, в которую можно переехать хоть сегодня, нужно доплачивать более миллиона рублей. Таких денег в семье Матвеевых нет. Поэтому им приходится жить в таких вот условиях. В туалете вообще прошлый год все промерзло, были праздники. Я сама там проливала горячей водой. Там потом вылетела пробка, я только успела отскочить. Меня там чуть не убило бы, не отскочило бы. При небольшом минусе на улице, внутри даже в верхней одежде очень холодно. В комнатах щели между стеной и полом запенены строительной пеной, но это не спасает. Трещины на стенах, дыры под подоконниками, кривой пол и постоянный сквозняк. В соседней квартире те же проблемы. С потолка недавно вывалился кусок бетона. Жить в квартире небезопасно. Дыры в стенах и потолке жильцы заделывают своими силами и уже ни на кого не надеются. В квартире у нас холодно, приходится спать в одежде, одеваться тепло, обогреватель включать. Дети постоянно в одежде, так же и мы все в носках шерстяных с обогревателями. Везде щели, не знаю, как вам показать, вон все обои сыпаются. Со слов представителей администрации, жильцам дома предложили выплату за квартиры. Семьи отказались. Аналогичного по площади помещения для них не нашлось. Мы подготовили соответствующий проект. Новая квартира, новое жилое помещение для них было предусмотрено в доме по улице Лесной, 28. Соглашение подготовлено и граждане отказались от переселения в данное жилое помещение, так как по соглашению предусмотрена доплата. Данный вопрос будет решаться уже в судебном порядке. На март назначен суд. При самом плохом повороте событий жильцов могут выселить из дома. Мария Алексеенко, Павел Пунонов, Вестник Северодвинска. За комфорт! Северодвинцы выбирают общественные места для благоустройства. Отдать свой голос за ты или иную территорию в рамках проекта формирования комфортной городской среды жители смогли в пунктах сбора предложений. Если в 2017 году самые посещаемые территории предлагали для благоустройства общественные организации, то сегодня выбор делают все, кому уже исполнилось 14 лет. Выбираем мы из 14 территорий. В итоге месяц люди выбирают, и 18 марта к рейтинговому голосованию выберут всего две территории, набравшие большинство голосов. На выбор горожанам предложены в том числе пляжная зона вдоль берега Белого моря на Яграх, аллея молодежи на проспекте Труда, сквер у часовни Александра Невского, озеро Чаичье, сосновый бор и воинский мемориальный комплекс на Яграх. Воемка бланков из урн и подсчет голосов будет производиться еженедельно. Результаты публикуют на сайте администрации Северодвинска и в группе социальной сети ВКонтакте. Итоги общественная комиссия подведет до 10 февраля. Кроме ЦУМа и Сити, пункты открыты на Ломоносова 118 и Лебедева 8, а также в НТЦ «Звездочка» на Яграх. Проголосовать также можно и в Центре культуры и общественных мероприятий, и в Комитете ЖКХ транспорта и связи. Накануне страна отметила День российской печати. Традиционно в этот праздник всех журналистов чествуют на правительственном уровне. Корреспонденты телеканала «Свой регион» в этом году взяли сразу несколько наград. А тех, кто не остался, за кадром расскажем прямо сейчас. В этом году в конкурсе журналистов 8 номинаций. Выбирали лучшие материалы в печатных электронных изданиях. В номинации «Согласие» жюри отметила репортаж корреспондента телеканала «Свой регион» Марии Воробьевой «Индийское Рождество». В Северодвинский праздник Дивали отмечают в конце октября самые настоящие индийцы. Сегодня это уже жители города Корабелов. Экипажи индийских подлодок приезжают сюда целыми семьями. Очень приятно, что на празднике Дивали присутствовало очень много русских. И когда я спросила, почему они именно пришли, они сказали, что хотели не только проникнуться этим праздником, понять, что для представителей индийской нации значит этот праздник, но и как-то поддержать их, сказать, что, показать, что раз они живут в одном городе с нами, то мы принимаем их культуру, они принимают нашу культуру, ну и посредством культуры идет объединение. Репортаж Евгении Карельное производство плиток из вторцы рья взял награду сразу в двух журналистских конкурсах на областном и городском уровне. Тема оказалась крайне актуальной в год экологии. А постановочные стендапы Евгении отмечены как верх журналистского мастерства. Надо понимать, что это, казалось бы, мусор, да, та же пленка, которую мы видим в магазине, в магазинах, она везде валяется, а ребята, ну вот эти мужчины, которые работают на заводе, они это все собирают, переваривают это все, там очень интересный процесс. С бала на бал получила награду из рук губернатора успелом торжество в Северодвинске Наталья Галушина, автор, режиссер и продюсер фильма «Арктика глазами детей». О том, какие проблемы существуют на Севере, как их решать и сохранить вместе с тем девственную природу Арктики. Рассуждают дети в нетривиальной обстановке за игрой. Мы с огромным уважением относимся ко всем представителям СМИ. Без вас нам сложно справляться, это абсолютно откровенно. Многих из вас знаю очень давно, с огромным уважением отношусь к вашей работе. Отметили в регионе и в городе корреспондента газеты «Северный рабочий» Екатерину Курзюневу. Одна из ее публикаций также была посвящена проблемам Арктики. Принято считать, что человек виноват в том, что температура повышается. Но мы с ней обсуждали, что есть другие точки зрения, что это процессы природные. И главное, как эти процессы влияют на моржей, на белых медведей, на чаек, в общем, на всех тех, кто живет в Арктике. Индивидуальную награду за наибольшее количество публикаций о Северодвинском совете депутатов получил также журналист газеты «Северный рабочий» Андрей Мирошников. На самом деле, в городском совете депутатов очень много, очень актуальной для каждого горожанина информации. И очень приятно, что меня прошли за то, что эта информация до жителей нашего города в моем исполнении доходила. И я думаю, что люди увидели, чем реально занимается власть. Вот еще хочу пожелать, чтобы этот год был годом высоких тиражей, огромных рейтингов, потому что, конечно же, ваша работа, она много значит для всего населения нашего замечательного Северодвинска. Реальные истории, жизнь города и области, невыдумные проблемы и пути их решения. В каждой статье и в каждом репортаже без личной оценки, но с душой каждый журналист. И любая награда – стимул делать большее. А в этом году в эфире телеканал «Свой регион» и на страницах «Северного рабочего» новые темы, которые диктуют жизнь. В 2018 объявлен годом добровольца в стране, а в Северодвинске посвящен юбилею города. Валентина Приходьевская, Ильяна Рококина, Сергей Зелинский, Мария Алексеенко, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. Елку из 112 автомобилей выстроили автомобилисты в Архангельске в ночь празднования Старого Нового Года. Флэшмоб прошел на площади профсоюзов. Для этого перекрыли несколько улиц. Организаторы планировали привлечь порядка 300 автомобилистов. Не получилось. Тем не менее, рекорд Челябинска побит. Там на аналогичный флэшмоб съехались только 86 машин. Праздничную иллюминацию на автоелке создали при помощи аварийек. В интернете этот ролик набирает популярность. На сегодня просмотров уже более 6 тысяч. А чем порадует нас вторник, знает Небесная канцелярия. Слово и ради. Температура начнет понижаться. Середина недели в Крещенске мороза синоптики обещают до минус 30. Но местами по области. Здравствуйте. О прогнозах на вторник в Небесной канцелярии после коротких анонсов. Смотрите во второй части программы. В Котласе во время пожара задохнулись курицы. В Северодвинске едва не зарезали мужчину разбитой бутылкой. Подробности в рубрике «Протокол». Научат традиционному плотницкому ремеслу. В селе Ненокса появится новый культурный объект «Дом Северного Зодчего». Репортаж Марии Воробьевой. И в конце новости спорта. Кому достался кубок Белого моря по флорболу? Оставайтесь с нами. О метеопрогнозах на вторник вам расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствую я и Рады, наш спонсор «Северодвинск молоко». Полезные продукты для вашей семьи. Так, творог уже в емкости. Добавляем второй ингредиент. Сметану от ООО «Северодвинск молоко». И все. Ежедневный полезный завтрак готов. Готовлю сам, советую вам. ООО «Северодвинск молоко». Всегда вкусно, всегда полезно. 16 января по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью минус 6 днем. Температура воздуха поднимется до минус 4 градусов. Переменная облачность и без существенных осадков. Ветер южный умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. И к вечеру составит 766 миллиметров штутного столба. По народному календарю 16 января – День пророка Малахии. Продолжаются рождественские святки. Для праздничного ужина хозяйки готовили блюда из творога, творожные лепешки, сырники, которые считались залогом счастья в доме. О погоде строили прогнозы на март. Теплый или холодный день месяц будет соответствующий. А я напоминаю, наш спонсор – Северодвинск молоко. Полезные продукты для вашей семьи. Я с вами прощаюсь. До свидания. После праздников даже скидки толще. В январе «Аквилон Инвест» продолжает радовать скидками. При бронировании квартир в жилых комплексах «Аквилон Инвест» до 20 января включительно. Скидка 20%. С 21 по 31 января – 18%. Подробности по телефону 52-400. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. В Котласе во время пожара задохнулись курицы. В Северодвинске едва не зарезали мужчину стеклом от бутылки. А в Архангельске из-за разбитого зеркала подрались водители. Подробнее обо всем Евгения Карелина в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – ярмарка в НТЦ «Звездочка». Покрывало, пледы, мед, бальзамы, одежда и многое другое вы сможете приобрести на ярмарке в НТЦ «Звездочка» с 15 по 19 января включительно. Приглашаем посетить ярмарку в НТЦ «Звездочка» «Остров Ягры». Иранские покрывало, пледы, чехлы на мягкую мебель и постельное белье для уюта и комфорта в вашем доме. Алтайский мед, сухофрукты и орехи, масла и бальзамы, сибирское здоровье. Алтайский лен для поддержания здоровья и красоты. Монгольский трикотаж, мужские спортивные брюки, футболки и многое другое порадуют вас большим выбором, ценой и качеством. Ярмарка в НТЦ «Звездочка» «Остров Ягры». Здесь вы найдете все необходимое для себя и своего дома. Ждем вас с 15 по 19 января в НТЦ «Звездочка» «Остров Ягры». Под колеса автобуса едва не угодила женщина в Северодвинске на остановке возле Победы 66. От несчастного случая ее уберегла реакция водителя. А на этих кадрах котлос, женщина, хоть и по пешеходному переходу, но все же бежит. А вот собака более осторожная, четвероногая убедилась, что все автомобили ее пропускают и лишь затем решила перейти дорогу. Сколоторезанной раной шеи 35-летнего северодвинца госпитализировали во Вторую горбольницу. Предположительно, его ударили горлышком от разбитой бутылки. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 44-летний мужчина. Конфликт между посетителями увеселительного заведения на морском 54А произошел на минувших выходных. Семь кур погибло во время пожара в Котласе. Огонь загорелся в хозпостройке во дворе частного дома. Предположительно, причиной пожара стала электротехническая неисправность теплого пола. Обогрев в курятнике мужчина сделал еще осенью. В злополучный день ушел на работу, а через пару часов его жена увидела дым, который шел от курятника. Женщина попыталась забросить огонь снегом, но потушить пожар не удалось. В результате сарай выгорел полностью, семь кур задохнулись. Также под Котласом полыхал ангар с пиломатериалами. 13 числа в час 26 произошел крупный пожар в деревне Вахонина. Погорела пилорама частная. Уничтожен полностью огнем производственный ангар. Уничтожена также часть пиломатериала, три станка и погрузчик. Предположительно, причиной этого пожара также неисправность электропроводки. В обоих случаях люди не пострадали. До рукоприкладства дошел конфликт двух архангельских водителей. А разъяренный мужчина напал на владельца Ниссана на улице Абрамова. По словам автора видео, иномарка задела зеркало газели, рулевой отечественного автомобиля и начал драку. Водителю иномарки пришлось отбиваться от оппонента прямо за рулем. После драки водитель иномарки скрылся. В 2017 году старинное поморское село Ненокса отметило 620 лет. В юбилейную дату число туристов втрое превысило количество жителей. Гости посетили храмовый комплекс 18 века, музей Соли и села Усолье. А в этом году к этим площадкам добавится новый экскурсионный объект – дом Северного Зодчего. Чем привлечет туристов, расскажет Мария Воробьева. Спонсор рубрики «Культурный город» – фирменный салон «Оскона». Постельные принадлежности – диваны, кровати, товары для здорового сна. Дом быта «Северное сияние», торговый центр «Радуга», второй этаж. Спите на здоровье. Мебель для вашего дома в торговом комплексе «Мега» на железнодорожной 37. Фирменный салон «Оскона». Это легендарные анатомические матрасы, кровати, диваны и аксессуары по отличным ценам. Корпусная мебель от фабрики «Шатура». Это высокое качество, итальянский дизайн, удобная комплектация. Спальня и гостиная в современном и классическом стиле. Всем покупателям скидки до 50%. Ждем вас в торговом комплексе «Мега» внутри торгового зала на первом этаже. В этом здании 1937 года постройки сначала располагался детский сад. Затем здесь жили реставраторы храмового комплекса. Но с 2017 года у объекта появился новый статус – дом Северного Зодчего. Место, где в Ненахсе научат традиционному плотницкому ремеслу, полностью преобразится в течение года. В доме четыре помещения, одно практически готово. Здесь будут представлены уникальные экземпляры памятников местной архитектуры. Виктор Дренин реставрирует Ненахские храмы более 20 лет. Журналистам мастер продемонстрировал элементы трех памятников – Никольской, Троицкой церквей и колокольни. Вот это, например, фрагменты главы Никольской церкви. А это часть кровли с трапезной. Вот вся площадь 140 квадратов была уложена вот такими матками. Это два слоя. Как видите, да, вот так вот всегда складывалось. Вот так. Два слоя. И еще нахлестки, друг на друг. То есть четыре слоя. Также мастер раскрыл секреты своих предшественников 18 века. Например, краска лучше держится на осине, так как сосна содержит больше смолы. А то, что раньше плотники практически не использовали гвоздей в строительстве – миф. Вот он, полметровый гвоздь. Все это туристам расскажут, как только здание будет полностью отремонтировано и обставлено. Также в доме Северного Зодчева будут собираться фольклористы. Отведено место под чаевню и гостиную для туристов. Разместят стенды с информацией о процессе реставрации. А другой зал выделят под плотницкие инструменты аналоги 18-19 веков. Также будут проходить мастер-классы. Примерно как этот. Ну, как правило, рубились. Вот чем отличается. Сухое дерево топором. Вы понимаете, работать с ним тяжело, да? Рубилось только из сырого леса. Дом Северного Зодчева – идея Северодвинского краеведческого музея и общественной организации «Поморский круг». В 2017 году проект выиграл президентский грант в размере 2 миллионов рублей. Тем самым дополнил экскурсионные объекты Нюнаксы. Сейчас для туристов привлекательный храмовый комплекс 18 века. У Солье – музей села и соляной амбар 1795 года. Здесь заменена кровля, воссоздан помост, по образцу 18 века сделан дверной проем. Соль хранили, причем, не в мешках. У нас там декоративные мешки лежат, их россыпью. Высыпали из мешков соль, и она хранилась горочкой, россыпью. И в том числе, вот это хранение соли сказалось на сохранности самого амбара. Благодаря хранению соли, известного консерванта, у нас сохранились вот эти великолепные массивные брюна. Соль в амбаре есть и сегодня. Правда, вот в таком виде. На выставке «Соль со всего света» представлено более 10 ее сортов. Алтайская – озерная, розовая – гималайская, каменная, морская – из Сицилии. Вот только нюнокотской ключевки пока нет. Ее не варили в селе более 60 лет. Особенности выпаривания – трудоемкие. Соль выпаривается из жидкости, которую добывают из-под земли рассол. Эта жидкость называется раствор поваренной соли. Добывается с глубины около 10-12 метров в Нюноксе и выпаривается на огромной сковороде. Сковорода называется Црен, поморское название, или Черен. Висела она на массивных цепях, она очень тяжелая была. И 36 часов варили эту соль. 24 часа доливали рассол, 12 часов шла окончательная упарка, чтобы получилась готовая соль. До 1600 килограммов с одной сковороды снимали. Такое активное преображение нюнокса имеют не только исторический и культурный подтекст. Это отразится на жизни нюнокшан. Появятся новые рабочие места. Я думаю, что должна развиваться тоже инфраструктура. Это даст определенный толчок. Сегодня в селе зарегистрировано 520 человек. Как признаются жители, сначала активное развитие села и поток туристов их пугали. Сейчас нюнокшане готовы включаться в работу. Ведь за свою 620-летнюю историю селу есть о чем рассказать и чем удивить туристов. Мария Воробьева, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. Держи. Загадывай. Ювелирная сеть «Золотой». Гарантированно честные цены. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе покой. Теперь к новостям спорта. Скрестили клюшки. В Северодвинске прошел открытый региональный турнир по флорболу «Кубок Белого моря-2018» среди мужских команд. Финал запечатлела наша съемочная группа. В матче за третье место на Кубке Белого моря встретились игроки «Сафу» и «Новодвинская» 12 БК. Итог 4-3. В финальном матче севмашевцам противостоял мастеровитый и амбициозный коллектив Беломорской военно-морской базы «Океан». Начало матча неудачно сложилось для флорболистов «Севмаша». Они проигрывали со счетом 0-3. Однако постепенно удалось выровнять игру и за несколько минут до конца «Севмаш» ввел уже 6-5. Однако это преимущество не удалось сохранить до конца основного времени матча. Итог 7-7. В серии штрафных бросков сильнее оказался коллектив моряков. Этот второй турнир, где мы так уже в полуфинальной и финальной стадии встречаемся с данной командой, которая привеляет свой характер, уже у нее сформироваться. Сегодня, как я говорил в прошлый раз, когда мы проиграли им по булитам, то же самое было у нас. Мы сейчас, получается, взяли небольшой должок. Команда «Океан» – одна из самых сильных команд в нашей области. И я считаю, что принципиальный соперник. Просто на булитах не повезло. Говорите, это фортуна. Всего в турнире участвовало 8 лучших мужских команд Архангельской области. В следующем году их будет 12. На этом турнире порядка 20-30 было. Как только мастеров спорта, так же много перворазрядников. То есть очень сильный уровень судейства был, потому что судили ребята, которые последили все время чемпионаты России. То есть, в принципе, все получилось очень хорошо. По результатам турнира самым ценным игроком признан студент из марта Дмитрий Рогатых. Мария Воробьева, Дмитрий Ткаченко, Вестник, Северодвинска. На сегодня это все новости. Смотрите нас завтра в это же время на телеканале «Свой регион». С вами был Владимир Богомолов. Всего доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok